Привет! Я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах, а еще посетил все областные центры Украины. Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше, потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому мы приехали в Мариуполь. Мариуполь, наверное, самый ожидаемый выпуск этого сезона, а оттого и самый сложный для нас. Город большой, разный и с непростой судьбой. Можно без преувеличения сказать, новая история Украины пишется здесь и сейчас. Но это все общеизвестная информация. А вот какой он на самом деле, Мариуполь? И чем там заняться, мы будем спрашивать у людей, которых повстречаем. Ну и, конечно же, у интернета. Благо, у Киевстар самая большая сеть 4G в Украине. А это значит, что можно гуглить интересные факты, прокладывать маршруты, выкладывать фотки в соцсети прямо со своего телефона. 4G тягнет! Здесь множество огней, мартеновских печей. И днем, и ночью дом не дышат. Даем любой прокат и свой агломерат. Мы марку держим все выше и выше. Мариуполь – это важнейшая точка на карте Украины. Во-первых, он входит в топ-10 по численности населения, превосходя по этому показателю многие областные центры. Во-вторых, это крупнейший город на Азовском побережье. Ну и, конечно, Мариуполь – это промышленный гигант. Тут работают два огромных металлургических завода – комбинат Ильича и Азовсталь. И хотя администрация Донецкой области временно находится в Краматорске, по факту именно Мариуполь сейчас является главным городом региона. А еще это курортный город. И говорят, что за последние несколько лет в туристическую сторону был сделан не шажочек, а прям прыжок. А чтобы подтвердить это, мы решили спросить у местных, куда же туристу идти за впечатлениями. Мы не местные? Нет, мы только приехали. Было у меня снимать? Чуть-чуть. Я узнал от телевидения. Ага. Значит, вы знаете лучше меня. Каких пять мест стоит посмотреть? Брагут парк. Украинский дом. Зарядила меня улыбкой. Площа свободы. Белый берег вообще, это просто супер. Там фонтаны, там лавочки, деревья классно высадили. Ага, там мэр живет, поэтому там шикарный парк, да? Нравится тебе город? В доме пройдете? Ага. Красиво. Внизу там залышки к хозяйской фортецам. Там проводят экскурсии по городу. Сейн-флак. Вироской сад. Центр старый город. Это ну вот буквально тут чуть-чуть пройти. Товарищ, ты куда? Куда сходить в городе? С нами оставайтесь. Прикольно. Очень прикольно. 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 Это прикольно. 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 Выходят прогуляться не просто так из точки А в точку Б, а вот они гуляют по городу. Это прикольно. Опять прикольно твое, блин. Это клево. Лучше уж говори прикольно. Драмтеатр – это красавец. Драмтеатр. Ну смотрите, драмтеатр сделали у нас красиво, да? Сквер или драмтеатр. Когда местные говорят драмтеатр, они, конечно же, имеют в виду не только и не столько само здание театра, хотя оно и красивое, а площадь перед театром, где проходят концерты и сквер за ним, где тусит молодежь и играют дети. Шикарное место для игры «Пол – это лава». Центр прям весь отреставрирован. Притом, не только дома, но и дороги, тротуары, заборы. Прям хорошо выглядит. Признаюсь честно, я не ожидал, что Мариуполь прям такой красивый и стильный. Вот прям современный. Клево. Молодчинка. Мы не за это гроши платим. Здесь есть башня чуть недалеко? Вежа наша, да? Можно подняться на башню. Вежа. Вежа. Вот у нас еще есть Вежа. Вы там были? Вон она. Скажу вам честно, не заметить Вежу, гуляя по центру, просто невозможно. Ну что, предлагаю начать с символа города. Здравствуйте. Здравствуйте. А меня к вам направили, сказали, что у вас здесь интересно туристу будет. Да, у нас здесь культурно-туристический центр Вежа. Мы проводим экскурсии по башне, по городу. Также вы можете узнать у нас во всех мероприятиях, которые проходят у нас в городе. У нас есть информационный бокс для туристов. Здесь есть довидник, путевник, маршруты по городу, календарь по дей, мапа места. Вы можете обращаться к нему и также использовать. Есть у нас сувениры для гостей города. И в целом администраторы ответят вам на все вопросы, которые вас интересуют. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, почему водонапорная башня стала символом города? Это как произошло? Потому что башне 110 лет исполнилось в этом году. Это старый архитектурный памятник города. Она очень красиво архитектурно выглядит. И также с течением времени оказалась в самом сердце города. Поэтому сама судьба так сложилась, чтобы башня стала центром сердца. А вы проведете мне экскурсию? Конечно. Покажете? Да. На втором этаже у нас располагается каворкинг. Там часто проходят культурно-образовательные мероприятия. И сейчас также там проходит тренинг. Прям можно сделать себе офис? Да. В самом центре. А вот здесь, обратите, пожалуйста, внимание, от многих взглядов скрывается такая памятная табличка. На ней написано «Провиданс». Она здесь размещается с момента постройки здания и информирует о том, что все металлические конструкции, которыми оснащена наша башня, были выполнены на самом старом заводе города Мариуполя. Башня в этом году исполнила 110 лет, а завод на 12 лет ее старше. Обучаете делать первую помощь, да? Да. Круто. Спасибо. Можно собираться небольшими группами, проводить совещания, можно заниматься, например, приходят к нам репетиторы с некоторой группой студентов, изучают английский язык. Это стоит каких-то денег, вот, учителю привезти группу сюда, здесь заниматься? Это стоит 25 гривен в час. 25 гривен в час? Клево. В самом центре красивое историческое здание. Этот этаж мы используем как свободная библиотека, там вы можете видеть, у нас есть книги, у нас действует система буккроссинга, любая, заинтересовавшая вас книга, может идти вместе с вами, взамен вы можете принести совершенно другую, а если вы гость города, мы можем вам ее подарить, но затем, когда вернетесь, у вас будет повод прийти сюда к нам снова. Вам необходимо обратить внимание наверх, и я расскажу вам историю здания. Здесь у нас хорошо просматривается дно цистерны, а башня изначально была построена как водонапорная, выглядела она таким образом. Наверху находилась цистерна, вниз спускались насосы, как вы видите, на чертеже этажей не было. Одни насосы закачивали воду в цистерну с подземных источников, другими насосами она распределялась в небольшие колонки, которые размещались на центральных улицах города. Работали насосы за счет электричества, закачивалась вода наверх, а вниз она распределялась уже под своим собственным давлением. Вот здесь у нас располагалась цистерна. Выполнена она была из вот таких металлических листов и располагалась по кругу. Стены цистерны были немножечко отодвинуты от стен самой башни, и лестница в этой части огибала цистерну и проходила наверх. То есть ранее это был резервуар, который был наполнен водой, и вы могли проходить на смотровую площадку, когда здесь находилась вода. На этом этаже мы проводим такую необычную экскурсию по старому городу, по Мариуполю 100 лет назад. Новые технологии в старом здании. Вам удобно? Или мы можем немножко его ослабить? Нет, прекрасно. Удобно, да? Поворачивайтесь, другие можете передвигаться. А, так я и могу ходить, да, получается? Да. А вы сейчас находитесь на отрезке улицы Екатерининск. Ранее она носила название Екатерининская. Сегодня больше известна нашим жителям как проспект Мира. Это самая центральная улица нашего города. Перед вами находится небольшая каплычка, которая была заложена при основании города. Это здание первой банковской конторы города Мариуполя. Если вы будете прогуливаться вдоль по улице, вы по обе стороны сможете видеть купеческие домики, строения и жилища мариупольцев прошлого. Можете обратить внимание, что в основном это были двухэтажные, одноэтажные строения. Улица Екатерининская была известна тем, что это первая улица, которая получила замощение. Вы можете посмотреть вниз и увидеть мостовую. Это гостиница «Континенталь». Здание одного из самых богатых купцов по фамилии Томаза. Также это первое здание, которое получило электрическое освещение в нашем городе, так как была построена небольшая электростанция, принадлежащая этому купцу. И он освещал свое здание и также установил несколько фонарей по улице. Сам же Мариуполь залился электрическим светом только лишь в 1908 году, когда была построена первая городская электростанция. Также говорят, что здесь ранее располагалось подпольное казино. В здании находится первый лифт города Мариуполя. Это был механический лифт, который был построен для нужд ресторана. Слушайте, ну очень круто. Прямо вот как будто ты идешь по настоящему городу. Я бы даже не подумал, что Мариуполь вот такой красивый город был. Вроде как ничего сверхъестественного, никаких там супер башен нету, но вот он весь ансамбль классный. Надо вам тоже одевать шлем и появляться там, потому что очень странное ощущение. Ты вроде гуляешь по городу, слышишь, что ты не сам, но никого рядом нет. Я еще чуть пройдусь. Такое неожиданное соединение вот нового, современного и старого города. Этот этаж у нас самый популярный для свадебных фотосессий. Здесь очень красивые остроконечные окна и сохранилась старая винтовая лестница. Ну что, давайте поднимемся на самый высокий, самый популярный этаж. Давайте, конечно. Мы поднялись на высоту 33 метров. Это приблизительно 11-этажное здание. Также башня находится на холме, возвышенностью 9 метров над уровнем моря. Так по высоте мы 11-й этаж, да, получается? Да. Вот рядом с вами 9-этажное здание. Как я вам уже говорила, башня была построена в 1910 году на окраине города. Застройка, которая находится за башней, это период послевоенной застройки города, период 60-х, 70-х годов. На месте центрального универмага находилась тюрьма. К сожалению, Мариуполь утратил все дореволюционные церкви и храмы в 1930-х годах. В 1910 году в Мариуполе появился фонтан, в который башня поставляла воду. Внизу находились 4 женщины по одеяниям, символизирующие 4 времени года. Они поддерживали чашу и наверху находились 2 купидончика. Вот всегда нужно начинать знакомство с городом с главной достопримечательности или с обзорной башни. Потому что вот мы поднялись сюда, и теперь ты понимаешь, с чего начинался город, как он раньше выглядел, ну и вообще, какой он Мариуполь. Вот теперь можно идти и знакомиться ближе. Круть! А мы продолжаем колесить по Украине и находить для вас неизвестные, но очень прикольные места, где можно сделать шикарные фотографии для социальных сетей. Рубрика Инстаплейс от Киевстар. Довольно-таки удобно. А сейчас я вам покажу, почему каждый из нас должен сделать здесь фотку. Потому что эта лавочка – путешественник. Приглашаем присесть на лавочку любого человека, который вернулся или возвращается в свой дом, в свой город, в свою страну. Конечно же, никто не будет против, если на этом месте окажется человек, который и не думал никуда уезжать, а путешествует исключительно в пределах своего родного города. Друзья, путешествуйте, делайте фотографии в Инстаплейсах от Киевстар, выкладывайте их и выигрывайте призы. Все подробности в социальных сетях Киевстар. Ссылочка в описании. На набережной хорошо. Море. Да, аж песчаный. Приморский бульвар. Море, есть набережная классная. И искупаться в море. Пока еще 22 градуса тепла. Несмотря на всю свою промышленную мощь, в первую очередь Мариуполь – это город у моря. Если честно, я вообще в детстве думал, что он поэтому так и называется – Мореуполь. Прямо к нашему приезду и по совместительству к дню города открыли новый городской пирс. Пойдем посмотрим. Реально очень классное место. Клево все сделано, стильно, прикольно. Удобный фудкорт хороший. Красивые ребята. Вот смотрите. Что у вас можно взять, скажите? У нас можно взять бургер. Бургер? К пиву. Наверное, подобным пирсом уже не удивит людей там из Сан-Тропе или из Санта-Моники. Но здесь для Украины, ребята, очень классное место. Вот прям кайфовое. Ну, звезда! О, вау! А это что-то необычное. А что? Что это происходит? Это яловая регата у нас сегодня происходит. Ял – это легкая, парусная или весельная, как в нашем случае, шлюпка из дерева или пластика. Суть в чем? Шесть человек садятся в лодку по парам. За рулем располагается еще один. И вот такими командами они соревнуются, кто же первый дойдет до финиша. Пятый заезд. Вот, обратите внимание. Это выступают ветераны. Две команды ветеранов. Судентки Мариупольского колледжа по ГИТО. Это у вас каждый год проходит такое, да? Впервые. Надеюсь. А, каждый год впервые. Впервые. Ну что, на старт, внимание, марш! Мариупольского колледжааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Если честно, мне так понравилось, что я решил напроситься на прогулку с одной из команд. Я, если честно, не совсем вообще понимаю, что это такое. А мне ничего не надо, мы сейчас все объясним. Не надо ничего понимать. Все, все. Он должен залезть в шлюпку, а там слушать команды, и все получится. Ага, хорошо. Легко и просто. А почему называется Ялл? Почему именно Ялл? Я тоже интересовался этим вопросом, но не помню ответ. Это еще с 19 века пошло название. В советское время был малый военно-морской корабль, на нем ходили матросы, высаживались десанты, связь с берегом корабля и тоже физическая подготовка. А как так получается, что мы объехали всю Украину? Нигде такого нет? Нигде нет. Это вот, конкретно вот этот Ялл, это именно он, это первый Ялл в Украине, который произведен здесь, в Мариуполе. Изначально они деревянные были, и больше никогда не делались никем. Сделали матрицу по нему, это уже пять Ялл. Правда, в этом году ходили в Бердянск, вот 70 километров на деслах ходили туда-обратно. Офигеть! Очень интересно, захватывающе, и целый день гребешь, и море, и море, и море. Очень интересно, захватывающе, целый день гребешь. Да, например, вот так. Ну, интересно, действительно. Я так понимаю, это вот гребля, да, делает вот такое вот? Можно так, чуть больше кушаешь, так, чуть меньше худеешь. Все гребля для всего. При грибке 98% мышц, ну, я такое слышал, да. Рот только не сподвинулся. Если улыбаться, то стоп. Грибцы садятся на специальную каретку, которая ездит вперед-назад и пристегивают ноги ремнями. Чувствую себя рабом на галерах. Правая снизу. Правая снизу? Да, вот так. И весло вот так разворачиваем, гребем в ту сторону. Вот так. Раз. Ага, ага, и на себя, понял. Да, начинаем. Грибок на прямых руках. Занесли, да, сейчас ребята там просто оставляют. Правый борт, грибочек, без загребного особенно. Так, правый борт по-вашему или по-нашему? Да, правый борт по ходу. По ходу, яла. Правый борт, загреби. Вместе за загребным. Отлично. Прикольно. Левый борт готов? Готов, готов. Занесли оба борта. На, вот. Сначала ножки. Потом спина. И потом только в конце ручки. Начинаем, захватываем в воде. Спинка ровная, прогнутая, ручки ровные. На самом деле не так уж и сложно. Я думал, будет прям физически сложно. Не, ну если упираться сильнее, будет сложнее. Тут все вода прощает. Может, трехлетний ребенок грести. Ой, я бы, конечно, погорячился, когда сказал, что физически это не сложно. Ну, мы уже прошли 200 метров. Уже 200 метров прошли? До Берденовска 70 шли километров. Очень на самом деле своеобразное ощущение. Гребешь и чувствуешь, что ты гребешь. Вот, как на байдарке, как на каное, на всех этих лодочках. Но при этом, что ты вроде не так сильно гребешь, как быстро едешь. Так, и я смотрю, вы так весло разворачиваете, да? Ага, вот. Уже в воде. Давай, давай. Ой, тут у меня. Ага. Ну, это уже профессиональные трюки уже. Ну, первый отрезок есть. Фух. Слушайте, пока, действительно, пока гребешь, пока гребешь, ты как бы абстрагируешься. Нет вот этого эффекта. Сейчас раз, остановились. Есть эффект. Что-то прогребли, да? Ага. А вон наши на парусе ходят. Такая же шлюпка точно. Ставится мачта, парус и пошел. Вон они. Сколько быстро мы идем, вот? Мы сейчас идем примерно 8 километров в час. Максимальная скорость где-то 13 на этом яле, на деревянном 11. Я понял, почему это хороший спорт. Потому что все гребут, и ты себя как бы, тебе уже просто как-то впадло не грести. Ну да, неудобно уже, да? Неудобно, да. Неудобняк. Неудобняк. Не бросать-то. И ты уже такой думаешь, нет, я тоже буду грести. Раз он там пыхтит рядышком. У нас один парень там в нашем клубе на борьбу ходит, ему 5 лет. Его тренер спрашивает, ну что, ты поедешь в лагерь в летний, там они собирались. Значит, ну старшие все, а ему 5 лет еще. Мама говорит, ну как скажет, так пусть и будет. Тренер спрашивает, ну что, пойдешь, поедешь в лагерь, нет? Придется ехать, чтобы не быть с икуном. Так и тут тоже. Так и тут, да, придется грести. Ну мы прям реально быстро плывем. Димка, посмотри, как далеко мы уже отошли от берега. Это прям быстроходное судно. Ну я бы и не говорил так за все. Не устали. Можем чуть попробовать разогнаться. Там ребята опытнее могут подстроиться. Давайте. Чуть добавим, да? С удовольствием. Для ощущения, так сказать, драйва. Да, да, добавь чуть. Дай-ка, добавляй. Сейчас веслом получишь. Все добавляют, иди добавляй. Мы сидим на загребе. Это те, в которые задают темп. Задают изначально правый загреб, левый подстраивается. Ага. О, то есть я типа задаю. Да, самое главное. Тогда давайте медленнее. Да, да, да. Можно замену ставить дверец? Да он рулевой команды. Давайте по борту. По борту. По борту. Это вот так. Раз сюда дальше. Вот и все. Поба – это самая такая интересная команда. И теперь, по-моему, самая любимая. Это самословно. Фух. Насколько популярно вот это вот увлечение? Популярнее оно стало, когда мы начали его популяризировать. Тогда оно стало более популярно. Ну, сейчас как бы молодежь считает, что это как бы круто. Ну, если из одного колледжа смогли набрать 11 команд, из одного – 11. Ну, это люди-фанатики этого дела. И провели отдельное соревнование в этом колледже. Правый – в воду. В воду – это перпендикулярно. Держим корту шлюпки. Левый загреби. Вместе. Бак за срединой. Средина – это загреби. Вот мы уже почти на фарватере. Вот здесь корабли многотонные ходят между вешкой. Он красный и зеленый. Ага. И вот они тоже. Следующие вот это фарватеры. Ворто за встали. О, да. Сюда заводик выглядит, конечно, эффектно. Да. Вкусно, да? Вкусно. Аппетитно. Да, ну так же в водичах. Постоял полчаса над заводом. С тарелкой пустой. Она полная. Вот так падает? Да не, ну я про величину. Ну так, с ниженками сыпется и все. Только не белыми, а черными. О-о-о. А вот если отсюда смотреть, все в зелено. Все в зелено. Очень зеленый и красивый на самом деле. Ну туда можно не смотреть, а может кому-то нравится. Я, например, металлург-текшо. Индастриал. Мне нравится. Домный. Название, говорю, Домна. Дочку хотел назвать Домной. На, друг. Покойно идем. Есть в Украине. Вот, сразу круче еще. А женские кому? А женские вообще грудь вперед. Суши. Бак шабаш. Суши перпендикулярно. Суши. Вот в полном смысле слова. Пока не близко. По борту. Есть шабаш. Носовой парень можно кидать. Да, наружу. А, я понял. И лопасти вносит. И главное, за кожу не браться и за каблук. Там солидон. Ну что, есть там что-то? О, так хорошо. Будешь что-то вспомнить. Покажи. Да нормально, есть что-то. Греб уже видно. Не филонил. Крепатурка завтра будет? Чуть-чуть. Может быть, да. Может быть. Ну это еще... Приятная тема. Ну да. Как раз у кого сидячая работа. Разминать попоры. То, что надо. Как вот желающие посмотрят, захотят иметь красивую спину, хорошую попку. Что делать? Приходить, записываться? Проходить вот сюда, на наш яхт-клуб. Мы тут каждый день. У нас вон 10 ялов. Уже 5 пластиковых, 5 деревянных. На всех местах хватает. Приходи, греби, да? Приходи, греби. Да, вообще никаких проблем. Для всех двери открыты. Ну, с 12 лет у нас команды есть, поэтому... Любой возраст. С 12 лет? С 12 лет. Пацаны 12-летние гребут? Да, гребут 12 лет сел и палю ночью. Я с 9 лет не гребу. Ну, нормально. Ничего такого страшного. Я с 38 лет, и то... И то тяжело, да? И то тяжело, да. Ну, тогда придешь еще с 9. Мне 13? Мне 13. Это все заводы. Гребля. И гребля, да? И гребля, да. Это после первого года подготовки, вот спортсмен. Я в 12 начал, сейчас мне 13, и все в порядке. Друзья, хотите в 13 выглядеть так же? Пожалуйста. Приходите. Борода наклеена. Хочу отметить, что весело. Вот реально физическая нагрузка есть, но реально весело. Все как-то шутят, хихикают, хохмят. Прикольно. Камеди Клаб на воде. Камеди Клаб на воде. 135 гривен. Но вы только посмотрите, как красиво он выглядит. Жирняк. Все как я люблю. Сметанка отдельно, борщик красный, зеленушка сверху посыпали. Но подача просто жир. Горяченький. Сейчас, секунду, еще разок. Сладкий, вкусный, хрустящая начиночка. Ну, в смысле, капуста и морковка. Мягученькое мясо. Вот невзирая на то, что я не очень люблю сладкий борщ. Вот это классный. Он сладкий, но прям вкусный. Не переборщили со сладостью. Еще хочу отметить. Я думал, что будет маленькая порция. Сама капуста в ней чуть-чуть вырежут и вот как бы все. Ничего подобного. Здесь много борща, много мяса, много гущи. Все-таки какие украинцы мы с вами счастливые. У нас в каждом заведении есть борщ. Попробуйте найти его где-то в Америке, в Европе. Бедные люди. Как они там живут? Ну все, давайте переходить к дешевому борщу. А самую дешевую порцию борща я нашел в столовой черника. Ну как порцию? Пол порции 9 гривен. Вот она. Надо признать, выглядит очень красиво. Прям как будто мы не в столовой. Мелко порезанная картошечка, очень мелко. Капусточка, морковка, все, все на месте. Попробуем. Очень даже неплохо. Очень неплохо. Он не сладкий. И что еще очень интересно, он... Вот прям очень в нем преобладает вкус зелени. Петрушки, укропа. Ну прям вот очень. Как они это сделали? Ну, друзья, 9 гривен пол порции. Нормально. Есть можно. Борщ. Вот такой. Вот так вот. Вроде лайк, но маленький. Итак, средняя цена борща в Мариуполе 77 гривен. Вообще, надо признать, что Мариуполь, конечно же, в первую очередь, это индустриальный город. Но последнее время тут очень активно развивается туризм. Ну, я просто не смог не пообщаться с человеком, который его активно развивает. Пойдем знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте. А я к вам иду. Очень рада. Здрасте. Здрасте. Женя, зовут меня? Меня Маша. Привет. Первый вопрос. Где мы встречаемся? Что это за место? Сейчас называется дворец культуры молодежной. Здесь занимаются дети, здесь проходят спектакли. Но у нас, у города есть идея переформатировать его, дать, так скажем, вторую жизнь и сделать из него центр современного искусства отель «Континенталь». Очень давно это был отель «Континенталь», построенный... Правильно, я думаю, это первое трехэтажное здание в городе? Это первая гостиница в городе. Я был на башне, мне рассказывали про «Континенталь». Да, вот, это именно то место, и когда его строили, его строили как гостиницу, но, судя по всему, по легендам, которые у нас есть, хозяин больше был заинтересован в подвалах дека молодежного отеля своего «Континенталь», и здесь очень уникальные подвалы. Этот дворик, он долгое время, ну, в общем-то, не особо пользовался популярностью. Сейчас команда, которая здесь работает, они его превращают в такую вот арт-резиденцию. Здесь театральные постановки, здесь какие-то вечеринки, и дают возможность нашей молодежи самореализовываться. Вот, поэтому здесь каждые выходные проходят какие-то события, наполненные творчеством. Вот вам главный повод общаться с местными, потому что я 10 раз проходил и проезжал вот здесь вот мимо, и ни разу даже мысли не было зайти во двор посмотреть, а тут, ну, вау, интересное место на самом деле. Мы поставили здесь свою скульптуру Кунильсона, архитектора нашего, вот, и она была самая такая популярная, потому что ее очень сложно было найти. Хм, это прозвучало как вызов. Это прозвучало как... Ой, я сразу же вижу его. Вот же ж он. Оказалось, что таких фигурок в городе несколько. Ну, я и попросил Машу показать и рассказать нам про них поподробнее. Когда говоришь о Мариуполе туристическом, нам никто не верил, даже вы. Ну, да. Мариуполе индустриальное, да. Ну, а мы решили, что нет, будем доказывать людям, что Мариуполе туристическом. Вот. Ну, и один из таких первых проектов, мы как раз и подумали, что нужно создавать какие-то такие уникальные места, магниты, ну, чтобы там наших молодых людей якорить в городе, ну, и так далее. Решили, что, наверное, это будет все-таки образ, собирательный образ Мариуполя, старого Мариуполя. Это был выбран архитектор Виктор Нильсон, который, в принципе-то, и строил этот город. И так появилась идея маленьких этих Нильсенов. Мы его поставили, их шесть, они все разные, в разных позах, с разным смыслом, и поставили практически в тех местах, которые, возле тех зданий, которые Нильсон строил. Водонапорная башня, дом, где он жил, там он стоит и пьет кофе. Вот. Поэтому это такая была идея, и она была первая пробная в городе. Мы тоже очень много негатива выслушали в свой адрес. Да, он маленький, лучше бы большого. Его украдут, это чаще всего нам задавали вопрос. Был первый проект Нильсон, а в этом году мы сделали еще таких же шесть мини-скульптурок, но они уже посвящены тоже легендам нашего города, создали символом, такие как казачка, осетр, маленький мамонтенок. Их мы уже расставили по разным частям города. То есть если по Нильсенам у нас был туристический маршрут, такой мы экскурсии водили, рассказывали про здания, то это уже люди самостоятельно ищут. У нас есть буклетики, когда люди реально там приходят, интересуются, сами ищут, фоткаются. Вот. Это как для примера наше историческое здание, которое дом Нильсена. А где? Да, думаю, я тут не была. Но мы, собственно, Нильсена искали. Ага. Вот Нильсон. Так, чашечка кофе. А, вот и здание. Да, ну, это вот для примера. По этому дому ведем переговоры. Но оно для нас очень ценная постройка. Я была там даже внутри. Очень жаль, что оно разрушается. Ну, Нильсенам этой табличкой мы тоже хотели, наверное, привлечь внимание. Блин, вот это вот историческое здание, в котором жил главный архитектор. Он его построил, да, и жил. Оно принадлежит кому-то, да? Да. И этот кто-то забил большой и жирный вообще на само здание. Да. Ну, судя по кустам, по вот заброшенности, ну, так же ж нельзя. И не продает, и не отдает его городу. Да. Ну, не будь ж злобом. Дай городу навести порядок у тебя в доме. В конце-то концов. Среди концов. Недолго думая, я решил пройти Нильсен Квест и найти в городе все остальные фигурки архитектора. Не буду сдавать вам места их расположения, чтобы вам было интереснее приехать и искать их самостоятельно. В каждом городе можно найти интересного человека, с которым можно интересно пообщаться. И здесь тоже нашел. Здравствуйте. Добрый день. День добрый. Я к вам, Женя. Вячеслав. Эм, расскажете, покажете, почему стоит сюда прийти? Не, ну, может и не стоит, но покажу. Живу в этом доме. Ну, у меня была мечта, как вот смотришь, раньше еще пацаном был, как люди в Голландии живут. Люди работают, у них дом. Люди на первом этаже у них магазин. В подвале они делают сыр. На втором этаже они живут. Не надо идти на работу на эту, чтобы на тебя бухтели. Ты не то делаешь, не то. То есть, чтобы ты был сам себе хозяин. В этом подвале была по пояс канализация залита. Стояли огромные котлы, трубы. Но я его делал 17 лет. Что это такое? Что за место здесь? Ну, место как. Я хотел, чтобы тут собирались, детей ко мне приводят, экскурсии детей. Ну, чтобы люди нормальные приходили. Тут можно посидеть, там, знаешь, ну, кофе выпить. Вот сейчас с этим, вот, депутат, ну, покажу вам двор. Ну, как бы, чтобы приходили, как клуб был. Классное городское место, да? Да. Давайте с камня. Камень, это... Фрагмент фундамента Харлампиевского собора построен в 1845-м, разрушено в 1938-м. Ну, вот это все заказал, сделали, вот поставили его. А зачем, вот, вот зачем вы возились с этим камнем? Ну, валялся он и валялся, и ничто. Ну, я люблю наш город, как надо... Я вот платаны сейчас буду здесь сажать. Ну, все, тут можно было город сделать лучше Парижа. Тут такой город можно сделать, но никому что-то не хотят делать. Это Жернов, это Смельница. Я лежал на торговой. Это с купеческого дома Козырек. Значит, у меня знакомый. Он говорит, Славик, идем хоть Козырек заберешь. Игорек, а где верх с него? Он был покрыт. Он говорит, был покрыт медью. Я говорю, куда мед дели? Сдали на металлолом. Я говорю, что ты мне не разговорил этого. Ну, слава Богу, Козырек не сдали. Короче, мы его сняли, притянули и установили. Вот это выкидывал магазин. Видите, вот это? Магазин делал ремонт. Выкидывали вот эти. Я на тачке их сюда привез, установил. Забор, видите, забор. Это забор, я с металлолома выкупил его. Вот забор, это 19 века забор. Они же за деньги не дадут. В три раза больше металла дают. То есть вы, чтобы забрать этот забор, ходили по городу и собирали металл, чтобы... Я собирал не сразу. Я же мог потихоньку, у меня склад лежит, на всякий случай. Вот я раз обнаружил там забор. Вот они говорят, забор 500 килограмм, полторы тонны металла давай сюда. У меня лежит металл. Быстренько отпер, забрал забор, значит, поставил его. Кузнецы мне восстановили, не было деталей. Вот она старая деталь, а это новая деталь. Видишь, она отличается. Да, да, это ровно, а это хованая. Это уже есть, да, да, это старая. Но не было, понимаешь, не было таких. И они же тут не были приварены, люди их повыламывают. Теперь все это приварено, ну и до меня. Короче, установили. Видишь, как люди умно делали, что нельзя наступить. Видишь, как ты перелезешь через него. Ты видишь? Точно. Видишь, как умно люди делали. Он он фонтан, видите, как в Крыму. Он, видите, ракушки. Но обычно я сюда запускаю лягушек. Пять штук их надо. Запустил, квакают, так классно. Окно открыл. Ну, просто в центре города кваканья. Гранитные бордюры 1860 года. Такие двери стояли раньше во всех магазинах. Решетку старую срезал, а сюда, видишь, ну, что было у меня, какие были фрагменты. Вот сюда уже приварил. Ну что, идемте вниз. Прикольно. Значит, что тут? Ух ты! Ну, вот заходим сюда, да, отсюда. Ну, вот это стояло на проспекте. Это 1903 года. Откуда я знаю, почему 1903? Кузнецы это восстанавливали, мои знакомые. Очень давно восстанавливали. Ну, они знают каждый козырёв в городе, они всё знают. Это, говорит, 1903 года мы восстанавливали. Ну, и я успел, короче, забрал это и сюда установил. Вот это брёвно, это разбирали старый дом. Мы напротив Победы таскали брёвно, сюда устанавливали. Эту барную стойку, это со старых луток. Я топором снимал вот так краску, топором так, держишь топор и снимаешь краску. Потом ручками, вот они вот не слив машины, а ручками. То есть, грубо говоря, вы это сделали для себя, да? Для себя и в то же время ко мне экскурсии детей приводятся в школу. Вот недавно была экскурсия детей. Я то с них денег не беру, с детей ничего. Ну, а эти крутые, что проезжают чуть-чуть там в Казани. Ярмо, видите, деревянное ярмо. Это валы, куда голову засовывали, поняли? Звонят знакомые с 23-го микрорайона. Славик, тут дом разбирают, сейчас спалят. Я это ярмо схватил. Ух, мою рыбочка ты. Иду, сел в троллейбус, обнял его. Женщина говорит, а что это такое? Я говорю, охрен его знает, что. Я говорю, иду, лежит на асфальте. Я взял и понят. Видите, я и он голова белуги. Видите? Белуга, знаете, что это за рыбочка? Не знаю. Мой друг поймал белугу на 450 килограмм. Я же вырезал рот, и я это сделал макет. Это каменная баба. Вот представьте ей тысячи лет. Не было Киева, она была. Он у нее, сережка. Вот она ухо у нее. Видите, ухо? Ага. Причетка, как у Тимошенко. Видите? А как она у вас оказалась? Как у меня таксист Валерка покойный звонит. Говорит, Славик, на агробазе у бабушки каменная баба. Я охренел. Меня вот так всего трусит. Я ночью не могу заснуть. Переживаю, блин. Утром лечу туда. На такси лечу туда. Бабуля, говорю, что надо за бабу? Отдай, ну, сетку мне для курей там какая-то. Сейчас все будет. Все. Это ж у нее было лицо. У нее все это было. И она ж покрашена была. Вот у нее бусы какие-то. Это ж уже с веков. Это ж какая-то падла в нее стреляла. Он, видно, от пули. Вот смотри, вот рукой. Точно. С Киевской или Половой. Никто не знает, короче. Сколько им лет. Что они такое. Это рельса немецкого. Видите, 17-й год. А вон, смотрите, с немецкой бочки днища. Это бензин, видно, хранился в ней. Это у хлопца в огороде лежало. Она там вот внизу. Ну, это картины. Это Мариуполь, Азовсталь, правый берег. Это два шпиля. И они у меня валялись в подвале. Без рам, без ничего. Я даже не знал, что на них нарисовано. А потом, когда начал делать, елки-ка, глянул. Это ж Мариуполь. Сделал рамки. Это скоры деревья. Видите, скоры. Ну, это я находил. Я тут ничего не покупал. Купить можно что? Пошел в антикварную лавку. Это можно за день что-то такое купить. Пошел и скупил. Каждая вещь, это... Ну, как? И стоп. Ну, я ее находил. Вот с собакой нашел там. Кто-то мне сказал, там лежит. Я туда пошел. Сейчас, конечно, тоже хотят купить. Я говорю, да идите вы нафиг со своими деньгами. Это как ребенок. Ну, сколько лет его делал, каждую досточку. Я сюда спускаюсь. Люди приходят, говорят, ну, здесь отдыхаем. Здесь совсем другая аура. Ну, когда ты что-то хочешь, тебе Бог помогает. Ты хочешь, и ты это найдешь обязательно. Не знаю, что вы думаете, друзья, но мне кажется, очень классный дядька. Вот побольше бы таких людей, и было бы у нас приятней и атмосферней в горы, в городах. Класс. Все эти раритеты напомнили мне о том, что у нас тоже есть... Немного забыто, но тем не менее, всеми любимая рубрика «Дома лучше шоппинг». Дима, ты еще не в курсе? Мы ищем старые камеры, фото, видео, желательно кино. Кино? Кино камеры, да. Хорошо. Да? Ищем. Разбежались. Для любителей старины, Мариупольская барахолка расположилась на мелких улицах, прилегающих к центральному рынку. Да, у меня все такое есть. А вот это все есть и такое, и такое. А в какую цену у вас, скажите, вот, фото, видео, вот камеры, допустим, киношные? 250 гривен. Цены отличные. Жаль, у меня есть уже такая камера, но вообще 250 гривен за раритетную камеру – это шар. Ага, а это какого года она? 30-х годов. 30-х годов. Бесса. Ты знаешь, что это такое? Нет. Ну, давайте я заберу ее. Большой рынок. Реально большой. Ну, такой разношерстный. Тут тебе антиквариат. Здесь конфеты. Тут сумки, штаны. Еда. Феды. Фед у меня есть. Вим, ну что, как тебе, интересно? Слушай, не очень. А это потому, что ты ничего не коллекционируешь. Начни что-то коллекционировать. Что предлагаешь? Там были счетчики, прям целая коллекция продавалась. А подскажите, куда в городе сходить туристу? Ну, самое-самое интересное, это кинологический центр головного управления национальной полиции. А что, можно потрапить в кинологический центр? Прямо туристу можно зайти и поддеваться? Ну, если это организована группа и основный запад, то так, конечно, мы можем провести экскурсию. Хорошо, что в городе мы несколько дней. И на наш запрос довольно-таки быстро ответили. Ну что, едем на экскурсию? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас находитесь на территории кинологического центра головного управления национальной полиции в Донецкой области. На этом центре у нас выращиваются и подготовляются службовые собаки за несколькими напрямками работы. Пошук зброи и вибухи, пошук наркотических речовин и пошук человека за их запаховым следом. Сейчас предлагаю посмотреть службовых собак и за каждую породу мы вам расскажем. Давайте с удовольствием. Ой. Ой, привет. Смотри, как мы сразу же зашли, какие разные собаки. Смотрите, в Абрадоре. Это, наверное, поиск людей. Это поиск личных веществ. Привет. Привет. Туман – это первая службовая собака, которая появилась здесь у нас в кинологическом центре. А скажите, пожалуйста, как подбираются собаки? Тобто, ну, если это вевчарка, то каждая вевчарка может быть полицейская. Або есть какие-то… Есть службовые собаки, которые уже генетически заложены рабочей якостью. Тобто, если мы эту маму дрессировали в пів року, то таких собак, вот, как вы здесь побачите, мы вам расскажем, то тут уже собак можно выдрессировать рабочих линий за два месяца. Это следовая собака. Это собака, которая используется крадежки, разбои, грабежи, убийства. Это собака может найти человека и запаховым следом. А отличие от всех собак, от специальных собак, тем, что, если ей дали что-то понюхать, она шукает запаховую дорожку и приводит безусловно туда, где запах. То есть, если я сейчас куда-то втеку, то она меня найдет? Да, она найдет, и он найдет, и все они найдут, только нужно, чтобы след, ну, хотя бы минут 15-20 был проложен. А собака специального направления, вот, как вы видели, там, лабрадор, она уже, эти запахи в ней. Тобто, ее вивчают на пошук, допустим, если собака-зброя вибухи, все тратила, пластид, гексаген, порох дивный-бездивный, зброя, патроны, магазины, допустим, автомат Калашенко, там, магазин тексалитовый. Каждый знает свой запах, и все запахи у этой собаки на всю жизнь. А как вы их научаете? Тобто, даете им порох нюхать? Каждый кинолог, которого вы здесь видите, он может научить свою собаку принципы, мы вам покажем, когда выйдем из этого, там у нас есть ящики. То есть, здесь основной принцип того, что собака, которая по специальному направлению, вона шукает свой опортик. Она не шукает, она не понимает, что какой-то зброя, вибухи, она шукает опортик. А собака за пошуку женщины за ее запахом си, там шукает ежу. То есть, она знает, что когда она по запаху найдет, то ей дадут миску с ежей, и она сможет погодоваться. То есть, все это для них игра, они не работают, они не понимают, что они полицейские, так? Да, это игра и в тот же время работа с рефлексами. То есть, эти все большие собаки, ну, такие, в аэропортах я видел, что наркотики шукают самые маленькие, такие вот маленькие-маленькие. Действительно, деякие подразделы застосовывают, например, пограничников, кокерспаниели, у нас у Тараса любит кокерспаниели. Однако не нужно забывать, что собака шукает на свой риск, а еще чуть-чуть выше. Собака не сможет, то есть, если мы возьмем собаку специального направления, ну, немецкая овчарка или лабрадор, собака может шукаться, может подняться на задние лапы, и диапазон для нее выше. То есть, такой. Да, и кинолога развязаны руки, потому что на кинолога в будь-який час может правопорушник что? Напасти. То есть, ему не треба, допустим, собаку поднимать, допустим, если это опыск у какого-то правопорушника, и допомогать собаке шукаться. Он безусловно находится с ней рядом, и они каждый выполняют свою функцию, как два напарника. У нас зона ООС, и поэтому мы очень часто стоим на блокпостах постоянно, проводим обшука с криминальным блоком, и для этого у нас безусловно требуют такие большие собаки. Сразу слышно, что мы зашли вот в район, где собаки для задержания. Ну, все, даже стрёмно стоять рядом. Сейчас вы видите, все службовые собаки одягли амуницией. Это безусловно подразделение. Собака уже думает, что она сейчас будет работать. Амуниция снята, собака отдыхает. То есть, рефлекс. Сейчас они продемонстрируют. Здесь у нас будет учебовая граната. Здесь у нас будет спрятанный, мы даже сейчас еще не знаем, стартовый пистолет. То есть, сейчас вы увидите, как собака пассивно обозначает, как она шукает безусловно зброю талантки. Ящики – это имитация ручной поклажи. То есть, это этап навчания, где собака обращается обнимать. То есть, в начале ящики, потом все уже отсюда. Это награда была, да? Вот мячик – это награда. Продемонстрировали? Да, ну, вытянем, не вытянем. Не вытянем. Моя игрушка. Да, здесь была граната. И это ее задача – найти и сести. Да, и безусловно масивное обозначение без звука. Это очень хорошо, потому что в некоторых ситуациях звук может просто помешать. Собака не реагирует на мячики, других властников. Это заменники. Здесь вы можете побачить имитаторы марихуаны, маковые соломки. Сюда ложатся спонжи, которые потом закладаются для дрессировки и для навчания службовых самок. Зброи по выбухивке, вы видите, чуть-чуть они выше колбы. В них колба открывается. Сюда залаживается спонж. Две-три годины, и он уже готов, имеет запах, допустим, в нашем случае запах тротила. Как пахнет тротил? Я никогда… Тротил для человеческого обоняния практически не пахнет. Собака нюхает в 800 раз больше у нее чувствительность, чем у человека. В 800 раз! И собака ведрезняет більш миллиона оттенков запаха. Більш миллиона. Тому мы их и засосовываем, тому их и засосовывает и весь мир. Ну а вот и гвоздь программы. Извини, дружище. Мусик, мы все еще можем отказаться. Я тебе этого никогда не прощу. Пойдем в полицию, там скинологи, собачек посмотрим. Все звучало гораздо не так, чем это все закончилось. Посмотрел собачек, за все надо платить. Ох ты, ешки, хамуха собака! Останавливайся в сторону, грудь вниз. Аусь! Аусь! Фух! Ага! Стоп! Бляха-муха! Будучи в костюме, это стрёмно так. А еще спасибо, что я все-таки сходил в туалет, что вы настояли. Но когда она бежит, когда вот ты видишь собаку, которая на тебя бежит, и вот ее глаза, в которых читается, что ты цель, стрёмно. Блин, вот только сейчас пошел прилив адреналина, начали руки трястись, и мозги начали говорить, ты что, дурак? Беги, убегай, зачем тебе это нужно? Но это эффектно, вот внутри такое пережить, это эффектно. Фух, боже, жив-здоров, уже хорошо. Я по священниям кинологи, я вам дарую. Да ладно, правда. Это еще вон, кинологичная служба национальной полиции. Класс! Будьте вводя нату. Ты гордится! А у вас такого нету, а у меня есть. Ну и у вас у всех есть. Дома лучше! Фафа! Да, друзья, не до всех мест в Мариуполе мы успели доехать. Невозможно все показать за один выпуск. Поэтому, если вы знаете классные места в городе, а мы их не показали, напишите в комментариях, буду признателен. Фафа! Вечереет время ужина. Время рубрики «Выбор таксистов». Здравствуйте! Не? Никак? Никак. Не? Понял. Пройдитесь, посмотрите. Стоят машины везде. Блин, как в Нью-Йорке, прямо из-под носа украли такси. Здравствуйте! Здравствуйте! А вы свободны, скажите? Ой! Вот е-мое! Мы же-то не местные ребята? Так. И вот покушать же где-то вкусно надо. Кто лучше всех знает город, как не таксист? Вам же интересно что-то такое? Конечно. Ну так поехали, пусть все произойдут. Давайте. Чем город отличается от Львова или Одессы? Двумя заводами металлургическими. У вас тут, кстати, есть мечеть. Мечеть? Да. Ух ты, интересно. Видели только собор вот там, который строится. Вот, а теперь поехали мечеть посмотрим. Давайте. Почему нет? Там мемориальная табличка, но она уже закрыта. Хороший подарок. Красиво? Да. В порту еще не были у нас, да? М-м-м. Вот, едет. А вот здесь вообще красоти. Масштабно. В общем, по дороге в ресторан мы бонусом получили еще и небольшую экскурсию. Получается, раньше Валентина назывался. У нас же теперь круто что-нибудь по-английски назвали. Чем Валентина был хуже, чем Рафалей, понятнее? Ну, вот где-то так. 98. Держите. Смотрите, на шару сколько проехали. Два рубля сдача, Надя. Да не надо. Два рубля сдача. Подождите, подождите, давайте, мы с Ютубе, не надо. У нас в Мариуполе честное так. Спасибо большое. Низкий поклон. Будьте здоровы. Пойдем смотреть. Куда ты идешь? Вон в тираж. Я думал просто выйти из кадра. Ну, ладно. Как вы поняли, таксист привез нас в ресторан, который мы сами бы, ну, просто никогда не нашли. С виду ничего особенного. Зато находится прямо на берегу моря. А значит, будет рыба. Пока Дима снимал ресторан, я уже успел заказать. Более того, мне даже уже успели принести. Итак, сегодня будем пробовать отбивную из рапана, салат Адмиралтейский и бычки Азовские. Вот тут они будут с минуты на минуту. Предлагаю начинать с отбивной. Очень интересно выглядит. Подается с лимончиком. И с кетчупом. Нет, с джемом. Вкусно. Если честно, впервые пробую отбивную из рапана. Все в жизни когда-то происходит впервые. Слушайте, ну что-то в этом есть. Что-то в этом однозначно есть. Слайсами порезанный рапан. И залитый так обильно залитый яйцом. Вкусно. Вкусно. На завтрак это вообще было бы, наверное, просто топчик. Добавим немножечко джема. Очень интересный вкус. Прям вот реально очень интересный вкус. Я бы даже не назвал это отбивной. А скорее это яичница с рапанами и с вишневым джемом. Но по вкусу очень прикольно. Правда. Вкусно. Отбивная. Зачет. Приступаем к салату. Значит, салат состоит из авокадо, огурец, семга, болгарский перчик, зеленушка всякая разная. Ну и, конечно же, все украшено цветами. Салат тоже классный. Очень, он очень легкий и при этом вот в нем есть какой-то разновкусие. Соленая рыбка, свежие огурцы, авокадо. Но при этом вот прям вот ансамбль вкусов. Классно. Ты жуешь, у тебя вкус сменяется другим вкусом. И оно прям вот друг к другу подходит. Классно. Класс. Спасибо большое. Приятного аппетита. А тем временем подоспели азовские бычки. Ой, как они пахнут. Ой, какого они размера, ребята. Вы только посмотрите на этих великанов. Ну, здравствуй. Главная фишка Азовского моря. Подожди. Параскатывай. Пусть остынет. Станут резиновыми, невкусными, будешь потом отвесать. Это просто шикарно. Не хочу их хвалить, потому что слушают. Но это правда очень вкусно. Очень мясистый бычок с такой зажаренной корочкой и очень-очень нежной внутри. Это кайфово. Просто идеально. А еще хочу сакцентировать ваше внимание, когда еда реально вкусно пахнет, мусс всегда рядышком. Смотри. Да. Я просто знаю, что Женя шесть бычков не съест, поэтому я один его хочу отнять, когда вы не будете видеть. Я когда заказывал, официант меня посмотрел. Бычки азовские? Может возьмете лучше лангустина? Я говорю, не-не-не, это же не местное. Что, местное что-то? Очень вкусно. Очень. Я не ошибся. раз, два, три, четыре, пять. Все нормально. Ну, а в конце хочу сказать спасибо таксисту, который, во-первых, как экскурсовод неплох, а во-вторых, посоветовал классное место. Класс. А, ребят, не забывайте, действует система подвешенного обеда, то есть первый, кто придет сюда и скажет пароль, где мой обед от дома лучше, покушает за насчет. Приятного аппетита. Ой, на Левом берегу там вообще прекрасно. Там такой парк сделали. Вообще шикарный парк. ВСЛ-ка парк на Левом берегу. Очень прекрасно, красиво сделано. И съездите на Левый берег парк в Салку, там вообще классно. Особенно в вечернее время, когда город загорается огнями. Ночной Мариуполь и правда впечатляет. Ну, по крайней мере, центр подсвечен весь, включая водонапорную башню. Посмотрим, что там на Левом берегу. Друзья, чтобы вы не думали, что красоту наводят только в центре, вот сейчас мы находимся в обычном спальном районе. И тоже красоты здесь навели нормально. И опять же таки, вот что очень круто. Даже детские площадки делают интересные, современные. Ну, вот по ней же хочется полазить. Резиновое покрытие. Все по уму. Молодцы. Круто. Круто. Интересно, она вообще рассчитана на таких лоботрясов, как я? Или это детская только тема? Пошли. Пошли. Я вот прям искренне восхищаюсь Мариуполем, потому что он строится с умом. Правильно, вкусно, интересно. И это прям видно с первого взгляда. Сделали хорошие дорожки, сделали хорошее покрытие. Вот, пожалуйста, люди катаются на роликах. И вот это же главная фишка, когда есть инфраструктура, когда есть малышни, где побегать, поиграть в футбол, они не будут сидеть под подъездом и пиво пить. Вот это главная фишка. Фишка. И что реально классно, что город все время развивается. Например, эта площадь открылась буквально вчера. Красиво. Раз. Только внутри капает немножко. Но от этого эффекта не меньше. Мариуполь яркий пример того, что все в наших руках. Раньше это был индустриальный город, а теперь город меняется, становится туристическим. И это прикольно. А вы, пожалуйста, приезжайте и посмотрите на это все своими глазами. Поддержите Мариуполь. Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательной, мы сами должны путешествовать по Украине. Увидимся. Съемка окончена. Всем спасибо, съемка окончена. Съемка. Съемка. Съемка.